Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости, подписчики моего канала. Известный украинский военный аналитик Дмитрий Снегирёв на связи прямо сейчас. Дмитрий, приветствую вас. Приветствую. Спасибо за приглашение. Да, Дмитрий, вы знаете, есть на самом деле очень много поводов поговорить. И, конечно же, оттолкнуться нужно от заявлений президента Зеленского. Тут подоляк в Guardian говорит, что 2-3 недели, знакомое выражение, правда? 2-3 недели и россияне, собственно, ситуация с преимуществом россиян на поле боя изменится, перевернется, начнет меняться. Ну, как-то так выражается подоляк. Ну, как-то странно, как-то все в разнобой идет. То есть, 2-3 недели ситуация будет меняться с преимуществом россиян, говорит подоляк. А Зеленский говорит, что 2 месяца уже ни одна из бригад не жалуется на снаряды, точнее их отсутствие. В общем, всего в достатке, все нормально. Так, если все нормально и снаряды артиллерийские есть, то почему противник, ну, скажем так, не был отброшен до сих пор до границ в Харьковской области? Почему сложная ситуация на Донбассе? Давайте вот с этого начнем. Есть вообще какое-то понимание происходящего? И можем ли мы его сложить из заявлений верхушки? Вы знаете, конечно, есть понимание. Именно заявление верхушки, оно как-то не парадоксально и тормозит характер военно-технической помощи Украине. И я объясню, о чем идет речь. Я устал уже рассказывать в эфирах общенационального телеканала о том, что характер военно-технической помощи, тактико-технические характеристики вооружения, это все должно происходить в тиши кабинетов. Подобные вопросы не любят огласки. Вы поняли, Александр, заявление на высшем представительском уровне о том, что Швеция передаст нам грибины. И вся страна бросилась обсуждать тактико-технические характеристики, что по сравнению с F-16 проходит время. Швеция выходит и в лице своих уже высокопоставленных чиновников говорит о том, да вы нас не так поняли, мы в принципе и не против, но поставок-то не будет. Кто просил вообще данный характер возможной передачи грибинов оглашать до самого момента передачи? То есть всегда пытаются бежать впереди паровоза. И это приводит к сожалению вот этим негативным моментам. Я не исключаю, что на Швецию было оказано колоссальное военное и политическое, дипломатическое давление со стороны Российской Федерации в моменте срыва поставок. Последние примеры. Александр, опять страна вся бурно обсуждала возможность передачи патриотов Греции и Испании. И Испания передала в итоге ракеты к патриотам Греции и вообще сказала, ребята, мы с вами, но патриотов нет. Три примера, правильно? Давайте приведем по поводу снарядов. Спасибо, что вы напомнили, кстати, о чешской инициативе. Чешская инициатива. Опять вся страна бурно обсуждала то, что к концу мая уже будет, ну если не миллион снарядов, но как минимум 200 тысяч, 180, которые обещала чешская сторона, уже точно они вот-вот на подходе. Проходит время, выходит представитель чешской стороны, говорит о том, что ребята, мы с вами, но Россия оказывает колоссальное давление не только на нас. На нас-то ладно, но на стороны поставщиков, у которых мы хотели бы приобрести данные снаряды. И снаряды вы получите, ну в лучшем случае, в конце июня. Александр, что такое задержка в месяц? Если учитывать то, что коэффициент огневого поражения 6 к 1 в пользу россиян. Представьте, месяц они будут фактически утюжить позиции вооруженных сил Украины. Я уже не говорю о тотальном превосходстве в воздухе. Вот эти два компонента не дают возможность отбросить россиян границам. Это я перехожу уже непосредственно к Харьковской области. Почему сталось так, как сталось? То есть два основных фактора, которые влияют на продвижение россиян. Это возможность фактически беспрепятственно наносить удары по позициям вооруженных сил Украины с использованием штурмовой авиации. Речь идет о, соответственно, фронтовой армейской. Это ФАБ и КАБ. До 100 единиц. Сегодня выходит президент и говорит, что по возможности украинского ПВО это порядка 20 процентов. Правильно? Вот вам ответ. Плюс, соответственно, это то, что я уже говорил, коэффициент огневого поражения 6 к 1, к сожалению, в пользу российской стороны. То есть на 12 тысяч снарядов, выпущенных российской армией, мы можем отвечать максимумом двумя-двумя с половинами. И в этот момент выпускать этих полезных идиотов, которые называются военными экспертами, поймаете, которые наперебой начинают рассказывать о поставках, артиллерийские снаряды, военного снаряжения, а потом это все тормозится. И мы имеем то, что мы имеем. Мы имеем, к сожалению, тактические успехи россиян на определенных участках фронта, в том числе и на Харьковском. Как бы там ни было, как бы ни была стабилизированная ситуация, есть продвижение вглубь украинской территории от 8 до 10 километров. Да, первоначальные замыслы российской стороны сорваны, но, тем не менее, давайте говорить о том, что продвижение есть, к сожалению. И не последнюю роль играют в этом вот эти вот публичные заявления. Две, три недели, четыре недели. Да вот уже, вот они, F-16 уже, мы их видим в небе. В чьем небе вы видите? Кстати, вот еще один пример. Вы помните, Дания нам передаст в течение месяца. Дания выходит и говорит, ребята, вы сложности перевода просто. Не месяца, а месяцев. Шесть эпизодов мы с вами привели, Александр. Это лишь благодаря тому, что у кого-то чересчур длинный язык. Я уже не говорю об актах диверсионных на территории Европы, когда взлетают склады на территории Чехии, Болгарии, в Англии горят склады. Мы отбрасываем возможности российских спецслужб за рубежом? Почему? Для чего вот эти все голословные заявления? Закройте рот и дайте возможность партнерам работать над моментом военно-технической помощи нашей страны. Что с Харьковом происходит? Я, если честно, вообще очень тяжело разобраться, опять-таки опираясь на публичные заявления. В общем, все стабилизировали, Харькову ничего не угрожает, Терехов говорит, эвакуации не будет, мы, наоборот, Харьков принимает близлежащие вот эти пораженные войной населенные пункты у себя, как людей, которых эвакуируют. Все нормально, все стабильно, все в порядке. Зеленский говорит, ну, ситуация сложная, пока стабилизировали, но там непонятно что. Путин говорит, не будем брать Харьков на сегодняшний день, нет таких задач. Ну, соответственно, все сразу услышали, что это сегодня нет, а завтра как. То есть, Харькову сейчас что угрожает и каким образом будут развиваться события? Вот какие вы ответы услышали из за последние трое суток, ну, прям вереницы каких-то заявлений по Харькову? Ну, давайте говорить о том, что заявление Путина проанализируем вместе с вами. На сегодняшний день у нас нет плана. Это вполне объяснимо. Я объясню, почему. Контингент 50 тысяч на Харьковском направлении. Для сравнения, Александр, во время боев за Авдеевку было сосредоточено порядка 70-80 тысяч. Общая площадь населенного пункта, и речь идет об Авдеевке, 29,3 квадратных километра. Ну, 30, давайте округлим. Площадь Харькова 300 квадратных километров. То есть, если даже брать несложную арифметику, соответственно, контингент российских войск должен быть не 50 тысяч, правильно, и даже не 80, а как минимум от 200 до 300, чтобы говорить о том, что в планах российской стороны будет оперативное окружение данного города, либо попытки его захвата. Россияне прекрасно понимают, сколько они штурмовали Бахмут, 9 месяцев. И какой ценой они штурмовали? Ту же Авдеевку 6 месяцев брали. Потери во время Авдеевки 47 тысяч личного состава. Это не украинская, скажем так, статистика. Это статистика и российская, и, соответственно, наших западных партнеров. Поэтому, ну, город-миллионник, Александр. Какие потери будут у них? Они это прекрасно понимают. Что разит Харькову? Харькову разит то, что россияне попытаются даже этим контингентом выйти на расстояние, расстояние, позволяющее держать жилую инфраструктуру данного города под артиллерийским огнем. Вот это основное. Они даже его не будут брать. То есть, в классическом понимании штурма. Город превратят в город-призрак. Им надо выйти на линию артиллерийского огня, артиллерийского поражения. И, соответственно, уже тогда сносить жилые микрорайоны Харькова. Вот это они и будут пытаться осуществлять. Причем, давайте говорить о том, что активизация на Харьковском направлении, она фактически когда началась? 10-го числа, правильно? Накануне визита Путина в Пекин. Не настораживает, Александр, что не случайно данная активизация. Я объясню, о чем идет речь. Да бог с ним, с тем Путиным и с его визитом в Китай. Но активизация на Харьковском направлении происходит на фоне не совсем. То есть, совсем даже непонятных заявлений наших европейских партнеров. Тот же президент Чехии говорит о том, что возможность возвращения оккупированных территорий Украины, ну, мягко говоря, несостоятельная перспектива. Ну, подберем так. Слова. Виктории нашей, Нуланд, когда задали вопрос по поводу тех же оккупированных территорий, как вы вообще прогнозируете? Прямой ответ вы услышали? Нет. Я два примера навел Александр. Давайте посмотрим на ситуацию с нашим другом Макроном. приглашение России на торжества, посвященные высадке в Нормандию. Соединенные Штаты даже уже выразили, ну, скажем так, непонимание данного процесса. А если вспомнить, что делегация французских дипломатов была присутствовала на момент инаугурации, проигнорировала заявление Борреля, правильно? О нежелательности подобных визитов, то возникают соответствующие вопросы уже к нашим французским друзьям. И по поводу, соответственно, заявления Макрона о контингенте, ну, французских войск, ну, и, соответственно, вообще, дальнейшем характере противостояния с Российской Федерацией. Три примера. И напоследок, как говорится, вишенка на торте. К Александру, заявление нашего президента. Нас не склоняют к миру, к России, но данные настроения витают. Но я не передаю дословно, но смысл общий, я передаю его заявление. То есть у меня, это мое личное мнение, и я его высказываю. Есть основания считать, что Харьковская операция это элемент военно-политического давления российского руководства накануне именно так называемой мирной конференции. То есть дают четко понять возможные дальнейшие сценарии. Либо вы соглашаетесь на российский план, а он был озвучен по итогам визита Путина в Пекин. Причем Путин заявил о том, что мы готовы, правильно, якобы к так называемым мирным переговорам, но, соответственно, на условиях Российской Федерации. А условия весьма понятные. Луганская Донецкая область за Россией, Крым за Россией, но, соответственно, на сухопутный коридор. И поэтому активизация на Харьковском направлении это элемент, на мой взгляд, именно давления. То есть, либо вы соглашаетесь на данный характер соглашений, так называемых, либо мы активизируем, соответственно, боевые действия не только на Харьковском, но, соответственно, и Сумском направлении. Правильно? То есть, у нас еще суммы впереди, Александр. Это еще не окончание. Вот об этом следует говорить. И, по всей видимости, оно так и выглядит. Ну, смотрите, даже если говорить, ну, с практической точки зрения. Указ Путина 30 сентября 2022 года о включении четырех новых субъектов в состав Российской Федерации. Там вы видели Харьковскую область? Нет. Ну, референдум уже проводился, это уже в Харьковской области. Но в указе Харьковская область звучит. Ну, в тот момент уже... Абсолютно. На тот, на этот. То есть, логично было бы предположить, что наступление должно было осуществляться либо на Запорожском, либо на Херсонском направлении. Правильно? С целью возврата утраченных территорий и, соответственно, восстановления статус-корич идет, ну, в смысле, о положениях Российской Конституции. Ну, наступление происходит на Харьковском направлении. Почему? Еще раз подчеркну. На мой взгляд, это как раз именно давление с целью принуждения к миру. И дальнейшего продвижения к Харькову он и дает четко, он и говорит, у нас нет цели, на сегодня нет в целях захвата Харькова. Во-первых, вы не захватите. Я еще раз подчеркиваю. Авдеевку, вы шесть метров, ну, я имею, не вы, а россияне, захватывали шесть месяцев. И это прекрасно понимает российская армия, что это неосуществимый фактически сценарий. Но как элемент... Мы же, мы тут очень важно отметить, что мы же подразумеваем, ну, как, картину, которую рисует президент. Я не просто так начал с того, что снарядов хватает. Ну, нам говорит Зеленский. Зеленский же говорит еще о шести волнах каких-то наступлений, о том, что в принципе все готовы, все все понимают, все видят, все по плану. Но тут же другой момент. Да, вы правы, захватить Харьков это очень тяжело, когда есть оборона. А то, что у нас на Харьковском направлении с фортификацией происходит, ну, извините, кучка зубов дракона, даже не расставленных, провластный, вот этот бывший Айдаровец, не знаю, бывший или не бывший, это дикий, да, военный эксперт, говорит, да успокойтесь, не должно было быть там никакой обороны в приграничии, это вы ничего не понимаете, все, мол, хорошо, все так и должно быть. Ну, так, а что делать с этой фортификацией, когда бойцы приезжают, показывают вот эту вторую линию, о которой говорит Зеленский. Он же как говорит, первая слабая, вторая там чуть посильнее, от самой сильной, это третья линия фортификации, потому что она делается в тылу. Ну, вот показали нам бойцы вторую линию фортификации, канава и сверху там, через какие-то там метры, да, вот эти там, груда бревен, то есть и показали, снимают, об этом говорят открыто, те подразделения, которые там воюют. То есть тут же, понимаете, вопрос, взять Харьков, когда его защищают, и при таких боях, которые на Донбассе. Понятно, что вы правы, но тут мы видим, что таких боев, потому что нечем будет так биться за этот Харьков. Вот где опасность. Да зря вы так, Александр. Это вообще российское ПСО. А вообще, готовились к обороне Харькова, если учесть, то, что на дорогу Харьков-Волчанск было выделено 350 миллионов гривен. Представляете? А дорога эта, оказывается, нужна для экстренной эвакуации раненых. А вы говорите, не готовили. 350 миллионов катали в асфальт для эвакуации раненых. По-моему, это яркий пример подготовки именно к обороне Харькова и Волчанска. Согласитесь. Второй момент, что стоимость несколько, ну, скажем так, даже по сравнению с дорожными работами в Константиновке, которая, кстати, тоже в 10 километрах от линии боевого соприкосновения, но она чуть выше почему-то. Ну, это уже второй вопрос. В Константиновке мы тоже готовимся. Видите, 50 миллионов гатилей в дороге, фрезерные, работы и ямочный ремонт. Александр, и мне, когда тот же Дикий выходил, там, рассказывал его раненых, танк пусть пройдет по этой дороге, я посмотрю, какое качество покрытия будет буквально на следующий день. Ну, это бог с ним. Вот мы 400 миллионов уже посчитали с вами готовности украинской стороне к обороне именно в моменте дорожного покрытия. И вы знаете, зубы дракуна, они, к сожалению, не только в Харьковской области. Вот мне скинули и в Сумской, оказывается, точно такая же ситуация. Но представители власти объясняют тем, что это лишние были зубы. А, лишние зубы дракуна. Да, вот так вот. Молочные. Молочные, да. Это те, которые просто оставили про запас. Какой запас? Хрен его знает. Ну, оставили их. И причем на обеих направлениях. И на Харьковском, и на Сумском. Но самый парадокс, Александр, смотрите. Вы помните, мы поднимали с вами тему, кстати, она нашла свое логическое продолжение о том, что стоимость взводного опорного пункта, перенесемся с Харьковского на Запорожское направление, 120 миллионов должна была стоить. На Сумском аналогичный взводный опорный пункт 40 миллионов. Ну, и открою секрет, что даже подобная разница в ценах, то есть 120 и 40, это не самое страшное. Даже 40 миллионов это многовато для взводного опорного пункта. И тут у меня возникает соответственно, ну, скажем так, определенные сомнения, что деньги идут, скажем так, не по назначению. И главный вопрос, а почему, Александр, смотрите, деньги выделяются, вообще деньги, почему выделяются частным структурам, коммерческим, на строительство оборонных сооружений? Вы правильно сказали, видео снимают, когда военные приезжают, говорят, а толку от этих инженерно-фортификационных сооружений, если это просто выкопанная траншея. И мы руками должны будем потом под огнем соответственно себе уже строить инженерно-фортификационные сооружения именно с учетом реальных боевых действий. Вот о чем идет речь. То есть дают гражданским, которые не имеют абсолютно никакого понимания в моменте строительства данных инженерно-фортификационных сооружений. И идет имитация. Давайте наконец называть вещи своими именами. Вы знаете, ну да бог с ними, с теми уже зубами-драконами. Ну когда киевское КМДА мне сбросили, туалетный папир, то есть туалетную бумагу по 30 ривен за рулон закупают при ее стоимости в 12. Мне хочется спросить, а вы не обосрались там, вы извините, в три раза дороже? Александр, дружи на этом даже пиляют деньги. Вот это все очень сильно, скажем так, возмущает. Это на фоне того, что нам заявляет уровень коррупции в стране. Он на критически низком уровне. Мы боремся с коррупционными проявлениями. Непонятно где и с кем, но тем не менее. Вот вам и готовность. Мы готовы, Александр, я еще раз подчеркиваю. Состояние дорог свидетельствует о том, что эвакуационные мероприятия, а соответственно вывоз раненых и передислокация личного состава будет произведена по качественному дорожному покрытию. Это меня успокаивает. Давайте о ситуации на фронтах. Начнем от запорожского направления, а потом на восток и, скажем так, и к угрозам на севере. Работина сейчас чье? Саш, спасибо за вопрос украинской Работины. Я вам даже процитирую российские паблики, чтобы меня не обвиняли. Два майора телеграм-канал сможете потом проверить, либо в режиме онлайн даже проверяйте. На Запорожском фронте наши войска выгрызают у противника опорные пункты северо-западнее вербовое. Тяжелая ситуация в Работинах характеризуется смест постоянным применением ВСУ-дроновой артиллерии, наносящих удар по нашим штормовым группам. Стрелковых боев в селе практически нет. Украинская Работина. То, что Репки с перепугу опять-таки сообщил о успехах российской стороны, но это не в первый раз уже он, в принципе, и до этого сообщал о том, что старомайорская взята, потом, в принципе, вынужден был удалить свое же сообщение, потому что даже россияне слегка удивились о своих таких успехах, о которых они даже не знали. Он сообщал о выводе украинских войск во время боев под Авдеевкой, когда еще населенные пункты были под контролем вооруженных сил Украины, поэтому меня это абсолютно, ну, скажем так, не удивляет. Меня удивляет, кто ему вообще дал, он же награжден, кстати, за заслуги перед отечественным третьей степени. Тут вопрос, правда, перед каким отечественным и за какие заслуги он награжден, судя по той, по тому потоку дезинформации, которая идет со стороны Билда. Работина тяжелая ситуация, еще раз подчеркиваю, село практически в серой зоне, они вышли максимум на уровень школы. Дальнейшее продвижение фактически невозможно, сами россияне признают тотальное превосходство вооруженных сил Украины в так называемом малом воздухе, то есть использование FPV-дронов Баба-Яга и прочее разведывательных, причем дальность поражения FPV-дрона увеличена до 15-20 километров. То есть мы достаем практически всю тыловую логистику. И речь идет о применении FPV-дрона даже в ночное время. Тепловизионная аппаратура установлена, что вызывает у россиян легкий шок. И, кстати, по поводу снарядов, то, что вы говорили, и на Работинском, и на Часовьярском направлении отмечают действительно то, что ситуация со снарядами улучшилась. Вот Часовьяра мне сегодня сообщение сбросили, говорят, очень сильно штормит у россиян, накрываемых и тяжелым, и градом, и всем остальным. И, соответственно, проблем со снарядами нет, как это было еще неделю назад. Вот это показатель. То есть, ну, изменения определенные есть. Поэтому еще раз подчеркиваю, желание западных СМИ выдать действительное, желаемое, я извиняюсь, за действительное, но никто не отменял, опять-таки, возможности проведения так называемых активных операций российскими спецслужбами в западных СМИ. Второй вопрос, это репки используют в темную, если так, ну, языком профессионалов, либо, ну, либо тогда это вопрос украинской контрразведки. Но, Александр, у вас присутствует на телеканале Виктор Николаевич Ягун, который представляет украинскую контрразведку. В свое время он в прямом эфире на телеканале прямой выдал. Да вот, приходят ко мне с предложениями подорвать Мариупольский суд, и вы помните, должен был состояться суд над Азовцами на День Независимости. Ну, слава Богу, право справа получила организация, которую я возглавляю, мы получили оперативную информацию о том, что готовится подрыв суда, причем в качестве причастности к украинской стороне к данному преступлению должны были быть использованы слова генерал-майора Ягуна в прямом эфире телеканала Прямой. Слава Богу, я тогда за два дня вышел на опережение сыграли мы о том, что готовится данная провокация, ни сам суд не состоялся несоответственно провокации, но это показатель, вот, это профессионализма показатель. Что касается Донецкой области, часов яр, дело времени? Да нет, там ситуация тяжелая у оккупантов, продвижения нет, бои идут в так называемом новом микрорайоне, это так называемый микрорайон-канал, то есть они завязли и завязли по полной, они пытаются сейчас выйти непосредственно на локации, то есть обойти часов яр, ударить со стороны Ивановска, от Ивановска до Константиновки 10 километров, то есть они пытаются выйти, грубо говоря, создать оперативное окружение нашей группировки, они понимают, что завязли в боя за часов яр, 98-я дивизия воздушно-десантная, 7-й добровольческий корпус, тяжелейшие бои, они это признают, никакого продвижения нет, кстати, Александр, спасибо, что вы и работе на Часов яр, вот эти успехи, якобы успехи российской стороны, это как раз накануне Путина, ТАСС начал разгонять информацию, работе на под нами, Часов яр, оперативное окружение украинской группировки, выходят те же российские паблики, архангел спецназа, есть такой, очень популярный у россиян паблик, который ведут как раз бойцы, ну, так находящиеся непосредственно на, вместе с событием, а именно на Часов ярском направлении, говорят, какой Часов яр в оперативном окружении, но ТАСС надо было создать картинку, вы видите, Владимир, как он там, Владимир Айчили, поехал в Пекин, а вот на линии фронта у нас все хорошо, это, кстати, к ситуации работы на Часов яр и Харьковском наступлении, то есть, это элемент, ну, скажем так, информационного сопровождения визита Путина, не более того. Но противник двигается вперед в Донецкой области, тем не менее. На определенных участках, да, очень тяжелая ситуация на Покровском направлении, давайте говорить откровенно, Красногоровка тяжелая ситуация, мы пытаемся остановить продвижение, но тактические успехи есть, но это тактического уровня успеха, опять-таки, они не стали ни оперативного, ни стратегического уровня, и это признают сами оккупанты, то есть, говорить о том, что они к концу мая, к началу лета, к моменту как раз начала работы мирной конференции выйдут на административные границы Донецкой области, абсолютно нет никаких оснований. Вот этим и связано обострение ситуации в Харьковской области. Это так называемая тактика тысячи порезов, одновременное нанесение удара по нескольким направлениям с целью отвлечения оперативных резервов. То есть, основная задача, извините, мы опять вернемся к Харьковской операции и возможным провокациям на Сумском направлении, это оттянуть оперативные резервы с Часовьярского направления, Покровского, Слимана на прикрытие непосредственно Харьковского направления и потом соответственно ударить уже на линии основного удара. Это так называемая вилка, если говорить опять-таки языком профессионалов, когда ни одно решение украинской стороны не устраивает саму украинскую сторону. То есть, смотрите, если мы игнорируем наступление россиян на Харьковском направлении, то соответственно они вводят оперативные резервы и решают уже тактического уровня задачи именно продвижения к Харькову на как раз возможность поражения жилых районов с артиллерийского вооружения. Если мы перебрасываем оперативные резервы, а мы их перебрасываем, соответственно россияне отслеживают это возможностями технической агентурной разведки и усиливают удар непосредственно на данных направлениях. Вы думаете случайно сообщение ТАСС о передислокации трех украинских бригад сейчас в Ярского направления? Это информация Эль-Паис по-моему. Эль-Паис у ТАСС позаимствовал это опять-таки это вопрос активных операций. Причем там свежие новые бригады одна по-моему а две из Донецкой области. Александр опять я отслеживал эту информацию 15 числа сообщения ТАСС и уже потом Эль-Паис соответственно вот это кстати вопрос возможный ну это опять-таки это не мы с вами этим должны заниматься но вот откуда берутся эти сообщения в западной СМИ. Но речь идет о том что еще раз подчеркну вот этим характером боевых действий они пытаются решить для себя основное Донецкое направление оно для них ключевое. Зачем Волчанск противнику? Да он им нахрен не нужен. Откровенно население три тысячи. Еще раз подчеркиваю Харьковское направление это отвлекающий удар. Поход на Сумы прошли уже эти три-четыре дня о которых говорил генерал Буданов пока мы не видим что нечто подобное что на севере Харьковской области началось в Сумской области еще увидим? Возможно идет информация есть о передислокации оперативных резервов причем речь идет о создании группировки уже порядка 15 тысяч. Но в чем примечательный момент я уже говорил по-моему если нет то я скажу в вашем эфире Александр на данное направление переброшены четыре батальона Кадыровский это Ахмат но очень примечательно то что они переброшены в подчинение генерал-полковника Лапина у которого у Кадыров личный конфликт причем Кадыров высказывался очень нелецеприятно о полководческих качествах Лапина и я не исключаю что одной из задач российских спецслужб это как раз о провокации на границе а второе это утилизация Кадыровских подразделений именно руками вооруженных сил Украины тогда становится понятным сам характер возможных провокаций на сумском направлении ну и пойдем дальше тишина в Черниговской области почему не совсем тишина там все не так спокойно опять-таки вы посмотрите начинают появляться заявления о возможно передислокации личного состава вооруженных сил российской федерации на белорусском направлении правильно то есть пытается и здесь эскалировать ситуацию плюс работа разведывательно диверсионных групп там тишины нет вот это то что я и говорю это тактика тысячи порезов одновременно удары по на возможно с Харьковском Сумском Черниговском направлении ну и соответственно направление основного удара с Беларуси полетит не исключаю вы действительно правы там было сообщение о том что опять стягивают технику железнодорожными составами российская техника заходит в Беларусь то ли совместное учение ядерное то ли какие-то другие цели то ли непосредственно опять как бы Киев под прицелом не исключаю возможности Александр поэтому не случайно заявление главнокомандующего трупопутных войск о создании детских бригад которые основной их функционал это защита как раз Киева Киевской области Дмитрий я бы хотел чтобы вы прокомментировали ситуацию с мобилизацией она теперь по-новому с сегодняшнего дня реестр плюс переделанный как утверждают программисты из школьной программы МРИЯ МРИЯ там тут ну как бы это очень интересная подробность и в общем сначала конечно нагнали ажиотажа что вот 150 тысяч сразу как ринулись все в этот реестр плюс потом говорят что вот в Киеве например очереди в ТЦК могут рассосаться уже рассасывают правда в ЦНАП никто не пришел с утра первого дня работы в центре админуслуг собственно не только военкомат можно приходить с сегодняшнего дня как вам кажется получится вот эта мобилизация по-новому и к чему она приведет знаете Александр я почему-то вспомнил песню группы Любэ мы будем жить теперь по-новому насколько по-новому ну давайте я был 150 тысяч первым мне не удалось зарегистрироваться соответственно пытался я в течение трех часов но попытки были безуспешны знаете в чем основной нюанс закона ну не зарегистрировались вы правильно желания в ТЦК идти нет но если вам выслали повестку по месту вашего возможного проживания вы там не живете повестка считается автоматически вручена правильно то есть если вас ТЦК тормозит на улице и вы пытаетесь объяснить да я вот через Марию пытался зарегистрироваться у представителей ТЦК законные основания на ваше задержание и главное Александр вы сразу проходите в ЛК вот о чем идет речь в ЛК вы сразу не проходите при условии если вы сами пришли в ТЦК ну это вот с вчерашнего или сегодняшнего дня обычно кто сам пришел в ТЦК до как бы с вчерашнего дня тоже идет сразу на ВЛК да абсолютно верно да вот вам я ответил на нововведение в данном законе у меня большие сомнения в том что вообще база заработает вы знаете тут вообще вопрос к разработчикам нас пытались успокоить и объяснить что база защищена от ДОС а так правильно утечки данных нет ну извините если украинские хакеры ее ломают я понимаю что база не защищена и соответственно утечка данных это хорошо что украинские хакеры сломали а у вас есть гарантии что ее уже не взломали точно так и российские хакеры и данные 150 тысяч если верить официальная информация мы с вами не можем не верить мы можем но мы не можем об этом говорить но мы цитируем официальные данные мы говорим о том что 150 тысяч данных уже в базе правильно которую взломали опять-таки судя по информации с открытых источников ну и вопрос возникает опять извечный вопрос где деньги ЗИН где деньги на разработку данной программы ее защищенность степень защищенности программы Александр и у меня когда вот я читаю сообщение о том что украинские хакеры взломали я прекрасно понимаю что это контролируемый брос информации то есть дают понять вы вот сидите мы с вами должны зарегистрироваться сегодня правильно сегодняшнего дня у вас возникает законное желание регистрироваться в данной базе соответственно нет СНАП я вам объясню почему очереди нет у СНАПа до сих пор нет базы данных они не могут просто физически это сделать внести ваши данные соответственно из трех вариантов остается один ТЦК я ответил на ваш вопрос понимаете Дмитрий кто-то думает что он самый умный Александр понимаете вот это вот желание извините обмануть украинское общество ну вот эти же нововведения эти зэки которые там будут мобилизованы теоретически штрафы по 25 тысяч заочные которые там закон тоже подписал президент вот эти ДИИ ну как эти МРИИ ДИИ Реестр Плюс вот это все вместе то есть такое ощущение складывается что это не про мобилизацию абсолютно ну смотрите 15 тысяч зэков правильно это субкультура как бы там вы ни говорили 15 тысяч решают вопрос наверное нет я объясню почему на 15 тысяч увеличена численность прикордонных пограничников пограничников если бы стояла остро вопрос кадрового потенциала голода правильно логичнее было бы 15 тысяч это 4 бригады наступления направить непосредственно на фронт но фронт у них будет проходить на западной границе и мы теперь получаем сообщение о том что пограничник застрелил человека который нелегально пытался пересечь границу и выходят опять полезные идиоты с числа так называемых политологов говорят о том что вы смотрите это вот теперь я спокоен граница на замке то есть представляете нет это не смешно это наш с вами земляк озвучил данное сообщение это не смешно Александр то есть они дают понять что теперь могут стрелять на поражение не имея на это законных оснований граница на замке карацупы мать твоя ну да отстрел на границе это это еще просто понимаете когда у нас 30 30 уже 32 32 уже это тело да ну так а их кто-то исследовал от чего это надо от чего они погибли эти люди эти мужчины от переохлаждения соответственно разлива тисы Александр ну вы пытаетесь дать ответ на те вопросы на которые ответов нет я еще раз подчеркиваю 15 тысяч джеков на фоне увеличения на 15 тысяч пограничников которые будут охранять западные границы ну как вы выглядит как-то знаете ну фантасмагорично правильно непонятно давайте говорить обооткровенно из заявления моллюски он выходит говорит а зачем говорит туда люди идут на войну убивать я понимаю мозг у человека он соответствует своей фамилии бог шельму метит министр юстиции дальнобойщики перекрыли трассу Киев-Одесса в связи со вступлением закона о мобилизации они против фуры ну там длинные колонны выстроились они ну как забастовка я почему обращаю на это внимание потому что есть целый ну прям пласт проблем грузовых перевозок в том числе и международных которые связаны с ТЦК были случаи когда находили там брошенные машины потому что водителя запаковали и увезли ТЦК тогда ну это Закарпатская Львовская область да там выписывали о том что ну извините водитель тоже как гражданин у него тоже есть обязанность поэтому мол но становится вот вообще жизненно важный критически важный бизнес и вот выходит дальнобойщики и протестуют сейчас на трассе это первый подобный протест протест который ну это не майданы это не митинги в классическом понимании этого слова но это протест первый за ним могут последовать следующие протесты как вы видите реакцию общества на вот эти нововведения в законе Александр смотрите ну давайте я почему извините ну копался в телефоне прозоро открываем послуги с перевезения військовозабовязанных нерегулярные пассажирские перевезения 10 миллионов 800 кто у нас заказал Днепропетровский ТЦК миссия призначения за маршрутом за 10 миллионов о ребята деньги долбут да а мы с вами говорим о протестах дальнобойщиков да вот вопрос решается 11 миллионов казны пошло на перевозку соответственно а по поводу протестов ну вы знаете это либо от незнания психологии соответственно украинца он никогда не был рабом никогда желание установить диктатуру не приводило к желаемому результату кто-то очень упорно наступает на грабли предыдущих политических руководителей не учитывая опыта и соответственно последствий вот о чем идет речь мы посмотрим какие грабли очень плохо знает психологию украинца посмотрим какие грабли будут взрослые или детские шандарахнет по лбу или где-то ниже Дмитрий спасибо вам большое за то что нашли время и поделились своими мыслями друзья берегите себя всем добра и света увидимся до скорого